Девушки отдыхают Да из свободного ума, Татьяна Николаевна, зачем писать рассказы, когда их можно делать? Ваш герой, доктор. Герой – это я. Так, ну все равно вы. Он может незаметно отравить или привить какую-нибудь болезнь. Да. А почему он так не хочет? Ну если я незаметно отравлю, как же вы будете знать, что это сделал я? Нет, ну а зачем я должна знать это? Зачем я должна это знать? Что, вам нехорошо? Да. Была ваша что-то. Антон Игнатьевич, как странно. О чем мы сейчас говорили? Антон Игнатьевич, я не совсем ясно помню, о чем мы сейчас говорили. О чем? Татьяна Николаевна, зачем писать рассказы, когда их можно делать? Не правда ли? Зачем писать? В этот день я решил совсем не притворяться. В этом отсутствии притворства было свое тонкое притворство. И находясь под впечатлением пережитого подъема мысли, я говорю, много и интересно. Кто мне скажет, кто я такой? Кто я такой, Маша? Был ли я сумасшедший, потому и убил, или я притворялся, чтобы убить? Ну кто мне скажет? Маша, кто мне скажет? Маша, кто мне скажет? Маша, Маша, не уходи, не уходи. Некуда идти, не уходи. Не уходи, не уходи. Не уходи, Маша. Побусуйся со мной. Некуда идти, я тут сижу. А хочешь, а где платочек? А если хочешь, то у меня чистенький. А мне сегодня выводы, вот правильно, слезки, слезки. Полоточек. А они слезки, слезки, ну ты хорошо. Расскажи мне что-нибудь, а ну. Что я расскажу? Да у меня умная, я не уходи. Ты знаешь, что ты знаешь? А то и расскажи, а? Ну хорошо. Ну хорошо, я скажу, хорошо. Я слушаю, значит, был у нас в деревне. В деревне. А я еще девчонкой была. В деревне у нас был такой случай, что отбился отстатый теленочек. И как вам это было, поупустило, я не знаю. Но мне говорит, отец, ты, Маша, пойди, и в корчакинском лицу на поклик. Ну что я пошла? А уже к вечеру все это было. Вот я иду, и, тонко вообще, я иду, и вдруг у меня в лесу волк. И смотри на меня. Говорите мне вы. Вы? Говорите мне вы. Да, 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 конечно, конечно, Татьяна Николаевна, да, 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 Татьяна Ник И вы судят люди, пусть вас судит Бог, но я вас прощаю. Это я довела вас до сумасшествия, и я укрожу. Простите меня. Нет! Татьяна! Татьяна Николаевна! Татьяна Николаевна! Не помните меня, вы, пожалуйста, слышите! Я нечаянно, ну, нечаянно, Татьяна Николаевна. Я нечаянно, я нечаянно. Татьяна Николаевна, ну, мы же, мы же с вами серьёзные люди, а? Правда? Ну, давайте, как говорить с вами, как серьёзные люди. Давайте будем говорить с вам, да, как очень серьёзные люди. Садитесь. Что вы не хотите? Хорошо. Хорошо. Я тоже буду стоять. Татьяна Николаевна, видите ли, дело в том, что я одинок. Я ужасно одинок. Знаете ли вы что такое одиночество с его мыселью? Когда я, возвращаясь домой, ступает ночь, меня охватывает ужас. Бешеный. Ужас. Тогда, кроме Бога, никого. Ничего. Пожалуйста, не уходите. Прощайте. Прощайте. Вы не имеете права. Не уходите. Не уходите. Не имеете права. Слышите? Одно слово. Пожалуйста, одно слово. Татьяна Николаевна, откройте дверь. Слышите? Откройте дверь. Или я выломаю ее к чертовой матери. Татьяна Николаевна, откройте дверь. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует...